Всем привет дорогие друзья! Что ж, финал подкрался незаметно. Сегодня мы с вами завершаем наше прохождение Тургар Голос Цвета. Как и обещал, мы посмотрим на все три концовки, но в этой серии мы успеем рассмотреть только одну концовку. Две остальные концовки я вам покажу в другой серии. Но перед тем, как мы завершим наше похождение по промежутку, мы должны доделать кое-какие оставшиеся дела. Поэтому давайте отправимся. Мангольфьер. Цвет, ты не хочешь хранить лимфу. Пусть их тебе виднее. Возможно, цвет действительно вернулся для тебя. Преображай его, пока он приходит. Но не покидая этого предела. Ты стал сильнейшим из нас. Так будь ему добрым хранителем. Оставь новую систему. Они искушают нас. Такова их роль. Живи с тем, что тебе дамы. И не мечтай лучше. Нет и не будет оных миров, кроме этого. Никому не дару начать жить сначала. Решение принимать тебе, мой мальчик. Но потом, мой воля, я не отдам тебе сердца прорыва. Ну и тут мы как раз таки узнаем то, что именно у Мангольфьера все это время хранилось сердце прорыва. Обычно братья, как нам рассказал, цвет хранят в себе сердца, но понятия не имеют, да, зачем они нужны, потому что знаками-то и не пользуются. Тем не менее, как всегда, Мангольфьер наставляет на то, чтобы мы остались в промежутке, чтобы стали новым братом, но братом уже более добрым, не таким, как они, да, чтобы как-то более улучшить этот промежуток, сделать его лучше, привнести что-то новое. Но, тем не менее, он против искушения сестер, которым мы постоянно подвергаемся и говорит то, что нет иного мира, есть только этот мир. Ну, диалогов, как всегда, у Мангольфьера мало, помните, я читал вам целые монологи, просто Мангольфьера, там у него огромное количество текста было, и немножко другой все равно смысл был там. Ну ладно, итак, битва с Мангольфьером, друзья. Она одна из самых интересных в игре, да, вы помните то, что он опасный враг, может очень быстро с вами разделаться, если вы не будете внимательны. А здесь главное все, и защита ваша, и скорость, в общем, вам понадобятся все ваши навыки, чтобы его одолеть. Ну, конечно, я не говорю то, что он суперсложный, нет, на самом деле это не так, то есть он такой хороший размеренный противник, интересный. Именно из-за того, что арена там такая маленькая получается, поэтому его довольно так непросто победить. Такс, и что у нас еще? Еще Пурпура нужно. Ну все, этого хватит, наверное. Такс, и погнали. Такс, ага, сирень сразу же у нас. Нужно немножко по-другому начать чистить ястребня. Ой, а что я так мало вложил-то? Ну ладно. Так, у него Пурпурное, друзья, сердце. Тоже попробуем пока что ястребом. Так, нужно быть осторожным. Нет, Пурпур мы не будем. Попробуем изумрудом. Так, как-то мне не нравится, он слишком близко, и это опасно. Это очень опасно так стоять. Ой, сейчас что-то в нас метает бутылочку. Вот поэтому и опасно. Так, изумруд, ой, лазурь, я скорее всего не успею уже, но все равно попробуем. Да, нужно было подождать следующее. Ах, кстати, да, я же... Точно. Хорошо тогда получится. Вот так вот. Ой-ой-ой. Опасно-опасно. Эй, ты что творишь? Ястреб. Ну, ястребы ненормальные, конечно, стали. Так, еще Пурпур. Метает. Бежим. Так, пошел у нас изумруд. Каотико и инсейн. Баниш. Баниш. Такс. Еще изумруд. Ой, ну нет, нет, я же там чертил уже. Так, вторая волна пошла. Теперь он стал намного опаснее у нас, как мы помним. У него появились новые атаки. По кругу, вниз. Вот такая вот атака, которая крайне может быть опасна, но он далеко, поэтому... Не задел нас. Поэтому сейчас мы используем янтарь. Так. И как-то он далековато. Ну, хотя я рад, что он далеко, но попадать сложнее от этого. Так, опять промазал. Кстати, вот как-то он более метко, что ли, в оригинале это делал. То есть, постоянно в меня попадала эта бутылка. Так, что-то сейчас у меня, кажется, летит. Ой-ой-ой. Так, сиренька. А, он уничтожил мою сиреню. Вы представляете, мой снаряд. Ой-ой-ой. Вот тут, кстати, плохо постоянно запинаться. А нет, вот она прилетела обратно. Однако, однако прилетела. Таким. Так. Так. Еще один удар. Осторожно. Все. Теперь начинается веселье. Нам нужно его как можно быстрее теперь убивать. Потому что он свою коронную атаку начинает использовать. Даже сирена такая, знаете, появляется с сайлент-хилл. Просто настоящий. Вложим побольше цвета. И все. И заблокируем ее. Потому что она наносит вроде бы около 100 с чем-то урона. Очень жесткая атака. Ну, после того, как он сделал удар, просто не спускаемся вниз. Остаемся наверху. И нам ничего не грозит. Так. И все. Добиваем тогда обычными совами. Насколько я понимаю. Хотя вот сейчас они могут об огонь взорваться. Но, наверное, не взорвутся. Так. Все. Все. Вкладываем цвет побольше. И добиваем его. Так. Еще удар. Так. И остается давайте чертой его. Извини, Мангольфьер, но так нужно было. Теперь, когда ты стал самому могущественным братом, твой долг остаться здесь и нести ответственность. Ответственность за полотно, которое ты нарисовал, своей кровью. Ну, приятно то, что он все равно нам на прощание что-то рассказывает. Хотя я не помню. По-моему, тоже в оригинале очень много всего рассказывал. Это ладно. Ну, мы не смогли полностью посмотреть в оригинале его, потому что нам пришлось его убить. Он очень сильно возражал за то, что мы трогали Оли. Ну, и берем наше сердце. Прорыва последнее. Двадцать первое сердце. Прорыв — знак, подтверждающий волю Создателя. Создать его можно лишь однажды. Этот символ навсегда забирает всю лимфу цвета из промежутка, превращая его в застывшее полотно. Теперь цвета отвернутся от промежутка. Конец близок. Следующий цикл уже не принесет новых капель цвета. Нерва больше не будет испаряться из сердец. Если Создатель уверен, что хочет отдать весь цвет промежутка избранной сестре и вознести ее наверх, он должен полностью напитать ее цветом и достичь Тургара сам. Ну, на самом деле, это не совсем так. Цвет все равно будет приходить у нас в промежуток. Но вот то, что нерва у нас не испаряется, хотя вот здесь понятие нерва — это очень такое растяжимое понятие. Ее, в принципе, нету в игре. Она не будет действительно испаряться. То есть мы сможем полностью наполнить палитру. Эх, мангольфьер, мангольфьер. Я думаю, что у многих он один из любимых братьев все-таки. Ну, лысый мангольфьер — это вообще не то, конечно. Это не то, чего я хотел. Так, ну и все, друзья. Теперь мы выращиваем все, что у нас есть в сердцах. Можем уже начать даже сейчас это все выращивать. В принципе, не важно, когда вы начнете. Я отправляюсь в свой сад. Что касается сражений с надзирателем... Ну, надзирателей вы все видели, поэтому тут как бы битва не очень приятная. Я даже сам не очень люблю сражаться с надзирателем. С тираном, возможно, мы посмотрим, друзья, битву, когда я покажу вам концовку за брата. То есть у нас будет гораздо больше времени, гораздо больше циклов. Нам не нужно будет, кстати, никуда тратить свет. И там мы сразимся с тираном, если сможем хотя бы начертить Ордалию. Потому что вот как-то нужно еще момент подгадать, когда он свет будет собирать. В общем, это тоже, конечно, такая проблема. Так, а пока что надзиратель идет в мой сад. Нет. Нужно не дать ему это сделать. Ну, там у меня ловушка, поэтому все окей. Но все равно. Ой, да почему ты все время сюда забираешься? Ничего не понимаю. Ненормальный. Так, и новый цикл. Ну, нам уже не важно, сколько цвета приходит промежуток. Но он, видите, он все равно приходит. Причем в довольно больших количествах, я бы сказал. То есть цвет не отвернулся вовсе от промежутка. Ну, это было бы очень странно, потому что Монгольфьер сам нападает. А когда он нападает, вы просто не можете не взять это сердце. И если у игрока нету цвета, то это проблема. И последний раз мы еще раз посмотрим на верхний предел. Так, вы можете посмотреть на верхний предел. Ты, видно, решил вернуться самым коротким путем. Поторопился. Легкие пути ведут только вниз. Неужели ты так ничего и не понял? Жизнь человека — это просто цепочка промежутков. Спящий и есть тот, кто утратил тебя. Промежуток — это ты. Тебе выпал шанс покончить с ним и подарить ему новую жизнь. Так вернись и заверши свое дело достойно. Вытащи из него лучшее, что в нем есть. Пусть живет. А потом попытайся родиться заново. Я — дух, и ты родишься здесь, если я не разочаруюсь в тебе. Ну тут нам цвет наконец-таки все объясняет, то есть мы не просто какой-то левый заблудший дух, который случайно оказался здесь, не пойми почему, не пойми как. Нет, мы именно та самая потерянная душа промежутка, и я тут окончательно вижу то, что цвет склоняется к теории души, ну просто очевидно. Спящий заснул, да. И мы должны опять же вобрать в себя все самое лучшее и снова возродиться в новом фактически виде. Только уже здесь, наверху. А прошлое тело мы оставим, да. То есть мы соберем в себе самые лучшие черты, вознесем их и уже окажемся здесь. Хотя нет, опять смесь. Что бы я ни говорил, все равно смесь опять получается, да. Как же, это же мир все-таки новый. Значит, это все-таки теория пределов и теория души, опять же. Собрать все самое лучшее и очутиться опять же в лучшем мире. То есть это два в одном получается в любом случае. Какие статуи, смотрите. Ну, конечно, я вот такое искусство редко понимал. То есть, ну, это, как там, это не авангардизм, а что-то такое, да. Артхаус, опять же. Ну и просто прогуляемся по верхнему пределу. Как разыщиться от этого времени? Опять послушаем страдания находки, которая не может вернуться. Видите, он пытается взлететь, но ничего не получается, видимо. Что же она тут делала? Постоянно. Ей тоже нужно собрать весь цвет этого мира, чтобы взлететь. Ну, мы проделаем весь путь, а нет, не успеем, к сожалению, полностью дойти. Новая глава. Прорыв. Тургар — это предельное натяжение. Превратить человека в натянутый лук. Возможно ли добиться запредельного натяжения, чтобы отправить стрелу за пределы границ предначертанного луку? Возможно ли, чтобы лук, даже лопнув от страшного выстрела, ценой своего разрушения отправил стрелу за пределы земного круга, чтобы она совершила прорыв и не упала обратно на землю? Ответ на этот вопрос нет, скорее всего, невозможно. Возвращаемся в промежуток. Здесь, кстати, начинает играть такая именно музыка Тургара. Видимо, мы выполнили последнюю цель. Цвет придет сюда еще трижды. А, трижды. До того, как промежуток погибнет. Осталось пять оборотов колеса. То есть еще три раза он придет. У вас есть время, например, вырастить новые деревья, но подготовиться к прорыву. Все равно у вас время есть. Так же, как и в оригинале, мы могли просто не брать сердце. У нас было бы время всегда снова вырастить деревья и так далее. То есть все равно все честно получается, да? Так, друзья, что мы? Мы это все выращиваем. Опять же, активно, активно, активно. Сегодня, друзья, я покажу концовку сестрой. Это не самая интересная концовка. Наиболее интересная все-таки, когда вы выходите сами. Но мы раз уж кормили Оле, да, столько пытались ее защитить все-таки. Поэтому прежде всего выйдем не с ней, а точнее отдадим выйти ей. А потом я уже посмотрю и покажу вам остальные концовки. Так, с это все выращиваем, выращиваем активненько. Нужно проращивать золото. Там изумруда еще. Чтобы полностью наполниться цветом. Янтарь. Здесь это все гораздо быстрее будет. Не как в оригинале. В оригинале, помните, нужно было и мост там построить, чтобы выйти самому. Нужно было здесь все заполнить, да. Нужно было заполнить сердца, плюс еще нерву заполнить. То есть, огромное количество. А, нет. Это не нужно было, да, заполнять. Там ведь нерва не испарялась, да, точно. Нужно было нерву и сердца заполнить. Это было довольно сложно, потому что цвета было ограниченное количество. Нужно было сделать так, чтобы хватило на каждое сердце с каждой нервой. Чтобы и нерва успела прорастить. И чтобы сердце было заполнено до конца. Это была такая довольно тактическая уже вещь. Мне нужно было подумать, как вот правильно распределить свет вам. Здесь такого нету, здесь гораздо все проще. Так, отправляемся. Изумрудов у нас много. Идем в наш сад, который я специально вырастил для того, чтобы вознестись наверх. Возможно, даже стоит ловушечку поставить напоследок. Хотя нет, мы уже там уйдем, поэтому не важно. Так, видите, какая красота, я просто обожаю цветуяне. Заполнись до конца. Не жалей ни о чем. Человеку дано прожить несколько промежутков, если каждый из них он совершает прорывом. Хочешь доверить творению нового мира сестре, иди к ней. Если ее сердца полны, и она свободна, начерти на ней знак прорыва. Если сад наберешься смелости строить там новую жизнь, иди в штольню, и черти прорыв на себе. Вперед и вверх. Мне тут уже делать нечего. Ну, знаете, разговоры с цветом мы тоже оставим на концовку с братом. Потому что там будет очень интересно, как цвет будет вас уговаривать все-таки вознестись. Мы же там решим остаться, да, в промежутке, в качестве брата. И он там будет сильно возражать. И по-моему, я насколько помню, он и против сестер возражал. То есть не нужно возносить сестру, вознесись сам. Вот почему-то мне это сильно так запомнилось. А здесь он говорит, либо сестру выбирай, либо сам выбирайся. То есть не важно. Как-то странно. Я помню то, что он как-то возражал насчет сестры. Ну, ладно. Все равно мы вознесем сегодня Оли. И подведем уже итоги игры. Все-таки нужно... Последнее слово сказать. Насчет турбера, голоса, цвета. Что же мы такое все-таки прошли с вами? Что же это за игра? Я думаю, то, что каждый уже успел составить свое какое-то определенное мнение об игре. Но мы обобщим, да, все плюсы и минусы. Как я и говорил, в этом, в принципе, и состояла наша цель игры. Основное мы разобрали все в оригинале. Здесь мы уже смотрели вот чисто, что же все-таки это за игра. Какие есть новые новшества, изменения. И, в принципе, мы успели рассмотреть фактически все. Ничего вроде как не упустили. Но если что упустили, напишите, потому что время еще будет у нас действительно еще что-то посмотреть. В оригинале, я помню, мы просто уже ходили, разговаривали с сестрами. Потому что диалогов просто масса. За одну игру там даже не прослушать все. Ну, можно, конечно же. Это так образно выражаясь. Сейчас мы просто наполняемся. Я вот люблю сад Уяни. То есть, ночной сад, он просто невероятно выглядит. У Оли такой же, но дневной. Как бы не так красиво получается. А здесь просто вот ночью красота. Вот эти ростки я не хочу трогать, потому что я чувствую прямо в них эти крикуны сидят. Хотя столько цвета даже и не нужно, в принципе-то. Мы даже его весь не стратим, поэтому... Мы все равно соберем. Так, все. Вроде как все мы взяли, да? А теперь просто заполняемся. Лучше побольше янтаря вложить, чтобы это все быстрее росло у нас. Первых. Так, это вот у нас... Золото уже заполнилось, поэтому... А, тут что-то его у нас многовато, конечно. Ну ладно, пусть остается. Оно не будет уже испаряться. Изумруд доращивается, насколько я понимаю, да? Тоже заполнимся. Так, сиренька тоже у нас там... Нет, не хватит, нужно заполниться. Так, и янтаря побольше вложить. Так, так, так. Практически 100. И серебро. Лазури, кстати, тоже нет. Еще нужно полностью дорастить лазурь. Так. И сюда. Так, вроде как все должно хватить на лазурь, хотя я бы еще на все... А, нет, там 261, да? Ладно, тогда хватит. Все, вроде бы. Выращиваем тогда это все. Здесь еще я метаболизма положу. И идем уже тогда сразу к Оле. То есть нам, наверное, больше цвета не понадобится с вами. Так, ну, сад я без охраны оставляю, потому что уже не важно. На самом деле. Сохранюсь, правда. Так, Оле, Оле, Оле. Так, а каким цветом-то мы пойдем? Ну ладно, давайте с Убру там. Может, с нами еще кто-то поговорит, например, тиран или надзиратель. Хотите сказать последнее слово все-таки? Ну и опять же, нету битв с братьями. Хотя, как я и говорил, я сомневаюсь, что в Тургаре Голос и Цвета они вообще есть, эти битвы с братьями. Ну, потому что остался только тиран и надзиратель. Они друг с другом никак не контактируют вообще никак. Потому что, ну, они родственные души, да? Все равно они как бы против нас все. Вот если бы там кто-то остался, я не знаю, патриарх какой-нибудь и надзиратель, то наверняка было бы что-то, что-то было бы. Возможно. Так, еще нужно изумруды добавить. Так, и что вы вырастили? 300 серебро, 300 пурпура, янтаря, лазури, сирень. Сирень маловато, что-то нужно добавить. Так, с... 290 изумруды и 300 золота. В принципе, все. Мы наполнились фактически цветом. И уже посмотрим сейчас первую концовку. Ух ты, кто там пришел? Тиран к надзирателю пошел домой. Ну, у тирана нет дома, ему совсем все плохо, конечно же. Так, все. 300, 300... А, сирень еще не растет. Ну ладно, пока что я начну заполняться тогда потихоньку. Где уже есть какие цвета, мы заполним. Сколько у нас всего вместимость? 700. Оставляй. Я помню, как я тут смотрел, вот там где-то нерва не заполнена. Ага, и приходилось искать, где же это нерва не заполнена. Осталось все смотреть. Это, конечно, было довольно сложно. Так. Здесь мы чем заполнимся, кстати? Давайте всеми цветами. Ну, хотя я всех тут не увижу цветов. Какие есть, поместим. Так. Угу, угу, угу. Еще нинтаря. Изумруда. Кстати, он испарится. Это не есть хорошо. Так, еще больше сирени. Фух, так, тут заполнили. Тут еще сердце прорыва. Главное сердце, ведь давайте я золотом. Так, серебро тут чуть-чуть не хватает. Надо серебро побольше вложить. Так, сюда еще. И сюда. Просто практически остается тут 20 единиц. Это как раз у нас сирень. Так, ждем. Угу. Так, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Все, все по 300. Так, тут смотрим. Сирень. Наверняка тоже не хватает. А, ну в принципе, вроде как все, да? Заполнились. Нет, 690 где-то еще нету. Что тут еще остается у нас? Наверняка изумруд, да. А, точно. Все. 700 и 700. Сохраняемся. Идем к Оле. Привет. Я вознесу тебя. Возрадуйся. Давайте сиренью, что ли. Чертим знак прорыва. И все. Что? То, что ли? что ли? Возрадуйся. Возрадуйся. Нет. Нет. Из промежутка уходит свет, раньше, кстати, такой картинки не было в оригинале, и он умирает как бы, превращается в новый фактически кошмар. Вот как он начинает выглядеть, безжизненная пустыня. В мирах любви неверные кометы, сквозь горних сфер мерцающий стажар, Клубы огня, метущийся пожар, вселенских бурь, блуждающие светы мы вдаль несем. Пусть темные планеты в нас видят меч, грозящих миру кар. Мы правим путь свой к солнцу, как икар, плащом ветров и пламенем одетый. Но, странные, его коснувшись, прочь стремим свой бег. От солнца снова в ночь, вдаль по путям парабол безвозвратных. Слепой мятеж наш дерзкий дух стремит в багровой тьме закатов незакатных. Закрыт нам путь проверенных орбит. Вот и все, друзья. В принципе, финалы, они не изменились. Все так же мы слышим в конце стихотворения. Ну, довольно красивое стихотворение. Но, опять же, как я и говорил в оригинале, хотелось бы нечто большее. Да, увидеть, насколько изменился все-таки верхний мир. Ладно, друзья. Я думаю то, что мы можем подвести окончательные итоги уже игры. Все-таки мы рассмотрели все возможные варианты. Во-первых, конечно же, каждый решает сам для себя, какую версию играть. Оригинальный тургор или тургор голоса цвета. Давайте начнем с плюсом. В чем плюсы тургор голоса цвета? На самом деле, они в основном, да, у нас геймплейные. То есть, во-первых, это возможность посражаться со всеми братьями. То есть, убить всех братьев в промежутке. В оригинале вы наверняка этого сделать не сможете. Потому что там приходит лишь ограниченное количество. То есть, там около шести, по-моему, братьев. Или восьми. Ну, в общем, всех вы точно не убьете за одну игру. Здесь можно это сделать. Второе, это, наверное, недородки, да. Новые недородки, которые определенно добавляют разнообразие игре. Особенно в конце, когда уже ничего не ожидаешь. Как я и говорил, они очень сильно доставляют. В чем еще плюс? Конечно же, цвет. То есть, интересная вот эта вот с цветом диалоги, его монологи. Кое-что он нам объясняет более подробно. Особенно вот эти вот теории. Они становятся более понятными. Ну, или наоборот, более запутанными иногда. Но все равно это интересно. Но я бы хотел, опять же, чтобы дат цветов было несколько. И они бы с друг с другом еще вот так вот перепирались бы там, например. Ну, это уже чисто мои такие желания, пожелания и так далее. В принципе, из плюсов можно, возможно, для некоторых отнести там упрощенную нерву, да. Что не нужно собирать там. Или упрощенные знаки. Ну, это как плюсы и минусы, опять же, уже идет. Из минусов, друзья, нельзя не заметить. Ну, это уже очевидно для всех, что нету характеров сестер. Просто вырезанные характеры. Они пустые стали, совершенно неинтересные. Опять же, Оли нам не рассказала даже, какой мир хочет создать. Да нет, ни одна бы другая сестра, на самом деле, бы не рассказала вам, какой мир она видит в будущем, да, там наверху. Оли, конечно, и в оригинале мало говорила. Она бы сказала просто, мир станет чуточку добрее, теплее. Все, это все, как она видит. Но это только вот из-за того, что она только родилась, еще молодая и толком ничего не знает. А здесь же она вообще даже нам ни слова не сказала. Хотя бы какую-нибудь прощальную фразу бы. Ничего такого. И так с каждой сестрой, на самом деле. То есть, полностью вырезанные диалоги. У некоторых полностью поменялись характеры. Их не узнать. Просят постоянно цвет. Ну, в общем, все стало неинтересно. Диалогов мало. Пообщаться просто так толком нельзя с сестрами, как можно было сделать в оригинале с братьями. На самом деле, та же самая ситуация. То есть, многим показалось то, что братья, они такие же стали. Нет, тоже их урезали. Монологов у Монгольфера просто огромное количество. Вы помните то, что я вам даже зачитывал. Потому что за игру мы не успели их всех прослушать просто. Поэтому я взял с сайта, зачитал. То же самое там, например, у Броненосца. Их просто огромное количество. Тексты написано для братьев. Они могут очень много всего интересного рассказать. Там ты гораздо им больше веришь, чем здесь. Здесь они вот просто тебя все хотят почему-то убить, наказать и так далее. Идея с квестами также провалилась. Их всего несколько. И в игре нужны лишь для того, чтобы как-то ввести игрока в дело. А дальше вы уже как-то сами по себе. То есть, только на начальных этапах это действует. А дальше уже эту идею не развили. Поэтому, по сути, она так и осталась. Неразвитой. Ну, друзья, знаете, если бы в Тургаре Голос и Цвета оставили бы все характеры сестер. Все диалоги братьев и так далее. Все бы это не тронули. То можно было бы еще вот как бы поспорить, да, на благо ли изменения в геймплее или же наоборот ухудшение их сделали. То есть, тут еще можно было бы порассуждать. Но так вот, честно говоря, оригинал, ну, очевидно, лучше. То есть, он сложнее, он глубже, он интересней. В нем гораздо больше философии, которую можно рассмотреть. Гораздо больше диалогов, где дают вам пищу для ума, о которой можно подумать. Сложнее, опять же, да, цвета у нас было огромное количество в Голосе Цвета. То есть, мы даже тратить не знали. Мы посражались со всеми практически братьями. Еще целый сад у меня остался. В общем, цвет девать на самом деле некуда. Если просто так только сердца сестер не раскрывать, которые толком все равно ничего вам не расскажут интересного. Вот. Поэтому в оригинале на нас могли напасть в любое время братья. То есть, за то, что мы тронули его сестру, без того, что вы не раскрываете, да, сердец у сестер. Братья вас не оставили бы в покое, да, даже с самого начала игры начали бы на вас нападать. А вам нужно двигаться дальше и раскрывать сердца. Тот же самый броненосец, вспомните, была необычная ситуация, я не ожидал которую. В общем, даже для меня были очень много различных неожиданностей во время игры. Поэтому там все гораздо сложнее. Опять же, та же самая нерва, да, те же самые использования знаков, которые гораздо сложнее использовать. Нужно вначале создать какую-то оболочку, потом ее наполнить цветом. Опять же, следить постоянно за нервой. Вознестись было гораздо сложнее, опять же. В общем, я не знаю, друзья. Я советую всем начинать играть в оригинал, а уже потом попробовать голос цвета. Почему? Потому что если вы начнете проходить голос цвета, то, возможно, вас не привлечет оригинал. И это будет очень печально, на самом деле. Я встречал таких людей, которые стали играть потом в оригинал. Ну и говорят, что за нервы? Почему за ней постоянно нужно следить? Какие-то тоже опять неудобности. То есть здесь все упрощено, и людям кажется, здесь так и должно быть. Но на самом деле это не так. То есть игра задумывалась совершенно другой. Поэтому, друзья, советую играть в оригинал. Ну, решайте сами, но я советую начинать всегда с оригинала, уже потом смотреть вот такие вот пересмысления игры, которые иной раз получаются не совсем хорошие. А на этом, друзья, все. Все, что я хочу сказать, друзья, еще напоследок. Помните, что наша жизнь – это череда бесконечных пределов. И с каждым пределом старайтесь изменить в себе что-то и сделать свою жизнь лучше. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся с вами в следующих прохождениях. И, конечно же, в последней серии, где я вам покажу последние концовки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok